Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ресничках, о тех видах ресничек, которые можно использовать для себя. Первый вид ресничек, о которых я хочу вам рассказать, это будут магнитные реснички. Они появились совсем недавно на нашем рынке. Ресничка состоит из двух лент ресниц, это верхняя и нижняя. При этом, когда мы их накладываем, магнитики друг к другу приклеиваются. Сейчас я покажу вам, как это происходит. Мы берем одну из ленточек и прикладываем ее на верхние реснички. Реснички можно сначала крепить на один глаз, а потом на второй, а можно на два одновременно. Теперь мы берем нижнюю часть ресничек и прикрепляем под реснички. Аккуратненько поправляем здесь. Можно это сделать с помощью пинцета. Поправить реснички. Нам надо как можно ближе к коже подвинуть магнитики. Важно, чтобы глазки были немножко приоткрыты, когда мы крепим реснички. Иначе нам просто может быть тяжело их открыть, потому что прихватятся и нижние реснички. Если вы купите эти реснички, будьте готовы к тому, что наклеить их реально непросто. Даже вот когда я клею, мне непросто, а на себе это еще тяжелее. Но при этом, если вы научитесь, то эффект очень быстрый и смотрится это довольно по-вечернему драматический взгляд. Очень важно их поправить и выставить так, чтобы взгляд был открытым. Большим преимуществом этих ресничек есть то, что их не нужно красить. И смывать потом тоже не надо, и клеи убирать не надо. И при этом, когда вы делаете макияж и реснички крепите уже поверх макияжа, никакого следа на макияже не останется. Снимаются они довольно легко. Можно просто аккуратненько потянуть за одну ленточку и вторая легко очень снимается, так как магнит уже в это время не работает. Самое распространенное для самостоятельного использования реснички, это пучковые реснички на резиновый клей. Их научиться клеить себе проще всего и в использовании они очень легкие и удобные. Мы макаем кончик реснички в клей, опускай глазки, и практически к коже прикрепляем пучок. Открывай, проверяем как это смотрится и стараемся выровнять пучок так, чтобы он лежал в плоскости с остальными ресничками. Берем следующий пучок, тоже макаем клей, проверяем чтобы клея было немного и следующий пучок ставим как можно ближе к предыдущему и заправляем кончики одного пучка за другой и так далее. Мы можем наклеить реснички в один слой, либо же мы можем наклеить их в шахматном порядке, если вам нужен более вечерний эффект ресничек. Начинаем мы обычно с тех ресниц, которые длиннее, а потом мы переходим на длину покороче, чтобы было естественное наращивание. И одну ресничку покороче мы будем наращивать в самом конце, чтобы глазик смотрелся аккуратным и как у нас естественно завершаются реснички. Очень важно, чтобы узелки ресниц не были видны на веки, то есть мы их аккуратно пинцетиком подвигаем на корни ресничек, чтобы ресничный край был естественным и аккуратным. Хочу сказать несколько слов о клее, который мы используем для наклеивания ресничек. Это гипоаллергенный клей, который белого цвета, он прозрачный, когда он высыхает, он становится абсолютно бесцветным. Если вы набрали его на ресничку чуть больше, может остаться белая точка. Его можно закрасить с помощью подводки фломастера, чтобы не переклеивать ресничку. Я бы не рекомендовала вам использовать для наклеивания пучков черный клей, который называется смола. Дело в том, что особенно по неопытности вы можете вымазать века, и он потом очень тяжело оттирается. Это неудобно и неопрятно смотрится. А напоследок хочу сказать, что пушистые реснички уже несколько сезонов в тренде. Они делают ваши глаза более открытыми, красивыми и при этом не добавляют возраста.